всем привет привет хотел сегодня хочу хотел хочу поговорю сегодня с вами о такой ментальной болезни серьезнейшей ментальной болезни человечества 21 века которая перешла с 20 века но удивительно что этот интеллектуальный и ментальный трипер вот так легко передается таким массам на такие временные и географические расстояния как анти-американизм или американофобия или там америкафобия как угодно называйте вот там есть и более жесткие наверное название связанные с всякими кличками которые разные слои населения разных стран и политики выдумывают американцам демонизируя их и так далее вот чтобы добиться одной цели в общем ну цели разные конечно но показать себя борцом с америке борцом с капитализмом с империализмом с однополярным миром и прочее лабудень да вот я покажу сейчас вам расскажу на примере трех стран и просто три страны взял для примера разных находящихся на разных континентах и вообще разных стран да я покажу вам расскажу почему анти-американизм это первую очередь в первую очередь ложь как потому что это действительно просто ну просто ложь и причем ложь такая неблагодарная свинская ну некрасивая вот но во вторых глупость инфантилизм наивность в лучшем случае на в худшем случае это просто эксплуатация низвенных чувств людей чтобы добиваться каких-то успехов там своих странах политикам и так далее но просто когда анти-американизм приобретает такие громадные масштабы в таких больших странах которых я буду говорить это уже становится похоже на какой-то вот когда коронавирус главного мозга не знаю там трипер ментальности что-то такое очень распространенные легко передающиеся и и трудно постоянно мутирующие вот и причем происходит это в странах вы сейчас поймете которых я буду говорить где казалось бы про американских людей людей которые боготворят держу были не то что боготворят хотя бы объективно благодарят америку за то что они существуют и что они неплохо живут в мире и так далее да должно быть большинство тем не менее ситуация зеркальная ну как наверное вы часто в жизни сталкивалась до что но первых придают всегда только друзья не друг не может предать и сам но это многократно было жизни а во вторых как бы наибольшую неблагодарность проявляют всегда те люди которые для которых вы сделали больше всего это вот такая мысль она вроде на поверхности но иногда про нее забываем и думаю что вот если кто-то кому-то помог или я кому-то помог или там нам кто-то помог то благодарность это такая обязательная опция нет нифига не обязательная вот и пошли в общем по странам и континентам даже не знаю с чего начать начну наверное самого показательного государства называется федеративной республикой германии то есть то что мы имеем сейчас крупнейшие экономики европы одна из крупнейших экономик мира значит объединенная германия блестяще все там у них работает медицина все-все-все хорошо да совсем совсем все прекрасно да значит даже так прекрасно что иногда скучно и можно заснуть но немцы привыкли они в этом полусонном состоянии нормально себя чувствуют ничего в стране практически не происходит это слова не мои люди которые там живут и в общем это большинство людей устраивает да поэтому и вот это был газпром там все эти оккупации крыма в ответ на этом газовый поток 2 там и так далее но вот это такое овощное существование овощно сосисочное существование мы это обсуждать не будем к чему это привело и к чему это например могло привести если бы путин вдруг решил напасть на германию чтобы там было непонятно это все тема для других разговоры сейчас про антиамериканизм про про эту болезнь значит германия ее в самом существовании то что она вообще существует сейчас как демократическая и федеративная страна полная абсолютная заслуга союзников и в первую очередь соединенных штатов америки но британцы я тоже не отбрасываю но и британцы там тоже недолюбливают вот америка так просто не любит например опросы но тут конечно фактор трампа мог сказаться дать какую-то погрешность да когда его тоже не любили он тоже всех не любил и не любит это отдельный тоже вопрос но где-то она в конце правления трампа что-то 85 процентов считали америку не врагом ну нехорошей редиской плохой страной а где-то столько же россию считали хорошей страной да я бы никогда это в это не поверил лично вот если бы не так даже давно уже после начала полномасштабного вторжения я так оказался на пару дней в германии и видел своими глазами людей которые ну в общем такими нарративами оперирует как а зачем было сопротивляться на майдане почему американцы туда вмешивались и все такое прочее и так далее да но я отвечал что может быть потому что в эти дни нас не убивали когда маккейн приезжал да тоже был на майдане в один из таких дней по моему тоже вот запутался же не помню но точно кто были постоянно знают закономерность круглые глаза и так далее а кто-то там например это люди давно живущие в германии вот не немцы правда но неважно кто-то и не видит до сих пор думает на полном серьезе взрослые люди что в буче это была и сценировка я даже не знаю как это оценивать но вот так да что и все было то было то есть а ненависть к америке просто зашкаливать то есть все разговоры которые я вот провел с таким человеком да который вроде хорошие все крупные бизнесмен там и так далее но америка при горла стоит просто как я не знаю как игла какая-то ранит и до крови и не дает спокойно спать человеку который в общем не должен по идее бы так относиться к америке но хотя бы если бы допустим эти люди вот рожденные в германии или немцы этнические которые там и так далее давайте вспомним историю не будем грешить против истины очень все просто если бы не америка никакой германии бы фрг не было бы в худшем случае было бы не было бы ничего просто россия без границ да стали нам захваченная либо была бы гдр это в лучшем случае да что такое гдр наверное напоминать никому не надо в том числе и немцы мало кто от нее кончает в плане так сказать удовольствие да все понимают что ты давно да и что этот анонизм советский он в общем никуда не привел но вот германия объединился опять благодаря америке до этого значит был западный берлин америка кормила западный берлин помогала помогала строить демократию суды план маршала деноцификации америка вложилась в столько русские с германией вывозили заводы американцы привозили и так далее и так далее технологии специалистов там меняли все все всю систему германскую собственно и германия это она вот как федеративная республика это по большому счету и в государственном смысле это какой-то какой-то аналог соединенных штатов до политическая система другая 10 страны еще более намного более похожи по форме на сша но по сути германии очень похожи вот как бы демократическая страна выборы конкуренция но не две несколько ведущих партий там такая как бы цивилизованная все и так далее все оттуда не не с ней нет там ничего не от нацизма там не от прочих извращений которыми болела германия на протяжении там столетий вылечили не на немцев американцы научили как жить на работу не всегда умели как правильно распоряжаться своей работой как жить цивилизованно спасли физически от сталина от его дальнейшего продвижения и так далее американцы с британцами конечно тоже но вот да и такая ненависть к америке как это объяснить ну наверное есть какие-то объяснение просто буду говорить о том что это абсолютно свинская неблагодарная и тупая позиция просто ну таких людей нельзя назвать интеллектуалами и тем более нельзя назвать людьми совестью с эмпатией с совестью потому что благодарность к америке должна перевешивать все даже трампа ну трампа можете ругать конечно и надо но и вот этого отменять с канцелдера делать американскому влия американской помощи за влияние какой-то моментом и германия сама на кого хочет влияет да вот правда тормознутая немножко система у них такая политика тормознутая но это опять вот может быть тоже последствия этой войны хотя на нее часто многое списывают все уже пора перестать да но так или иначе америку не любят был все живут благодаря америке да и свои богатства имеет и сосиски свои пива все благодаря америке но америка плохая до последнего сейчас немножко не встали в строй так очухались чуть-чуть но наверно подгорело где-то от чего-то что случилось твердый поток 3 не зашел это вот европейская страна вроде бы самые цивилизованные самые образованные философы история наука культура политическая система все такое демократии вот пожалуйста вам антиамериканизм на каком-то и так много таких людей на на каком-то подкорочным абсолютно вот вроде интеллектуалы а уровень подкорки вот этой он просто каких-то доисторических представлениях о добре и зле и благодарности просто логике далее отойдем чуть-чуть в азину она чуть-чуть европейская страна и чуть азиатская страна не будем выяснять и пропорции турция турецкая республика значит там антиамериканизм просто зашкаливает но гульсум халилова кстати подписывайтесь на нее канал она открыла в ю тубе канал а в твиттере не там под 600 тысяч подписчиков она турецкий язык выучила и она блестяще говорит и значит сейчас она в турцию очень раз поехала значит встречаться там про украину рассказывать она в украине говорит обо всем она говорит что за главная проблема их представления вообще о мире большинство многих турок да не всех но многих большинства даже не только политиков журналистов там аналитиков людей прохожих на улице я не знаю кого да вот просто читающих газеты не 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 просто там кто хлеб печет да люди которые хотят что-то разобраться то есть лезут в политику сами америка главный враг все америка америка даже не израиль вот антисемитизм понятно тоже в таких вот в системах работает да но там это даже не главное антиамериканизм до антиамериканизм на турция кстати говоря турецкая республика была спасением для многих евреев включая альберта энштейна это одна из немногих стран европы где холокоса не было и так далее мы не будем обсуждать все поведение турции во время второй мировой войны там что-то было тоже похоже на как сейчас вот так вот между между ну вот как-то они проскочили но последний период войны у них был риск совсем не проскочить да но просто мой двоюродный дед дядя володя его завал он умер не очень давно большую жизнь прожил и честную жизнь ну вот и можете посмотреть это живой человек на видео есть называется русский ветеран войны а банды а бандеровцев вот там ролики когда записывал мой товарищ когда еще там мог это записать еще в городе визите тамборе да где он умер и похоронен этот человек вот владимир тарочкин потом как бы вспоминает как они готовились к нападению на турецкую республику то есть в болгарии он заканчивал свой боевой путь он картографом летал на аэроразведку до заканчивая не боевой путь там вроде бы она потом сказали а здесь у нас попросим остаться и там начали готовить на территории болгарии вторжение в турцию там наверное сталин думал уже как повезет мы планов точно его не знаем но я думаю что планы были такие что значит захватить как минимум проливы этим проливами до сих пор грезит чтоб турки знали тоже то америка же плохая америка хочет захватить их да и однополярный мир на самом деле русские хотят проливов хотят коронации условно путина царя русского в софийском соборе которая софия мечеть сейчас да и они по них это вываливается изо рта не только у этого жириновского который сейчас с кобзоном там что-то обсуждает а у многих других постоянно слетает про проливы про наши проливы про второй рим третий рим и так далее но вот тоже это надо иметь ввиду но и в турции это никто не имеет ввиду но больше бы широким а ширнар массы да ширнар массы значит там занято другим америка виновата америка америка спасла тогда да возможно это моя версия такая не очень может быть научная но логическая своими бомбардировками хиросима и нагасаки я думаю что он нагасаки может быть может быть даже просто смотреть на технологию может это был последнее предупреждение стали но может быть и излишнее для японии для капитализации это я не лезу эту историю и это все конечно все страшно но только эти и применение ядерного оружия видимо что ты мультурман передал еще или кто-то там что сталин остановился дед мой двоюродный брат родной бабушки был демобилизован он еще ранен был там до этого и вот через запад украину он возвращался где он встретился с патрулем упа и они как бы посмотрели документы видишь на нквдшник честь отдали и отдали документы и отпустили его домой к маме с папой да могли бы как совет солдата вражеской армии и так далее вот это впечатлил на всю жизнь поэтому всегда был справедливый за украину и прекрасно называют такие бандеровцы и понимал но это отдельная история посмотрите захочет захотите это видео значит дальше так вот турция ничего никаким образом турции не угрожает америка ничем совсем америка взяла их в нато чтобы соблазна не было но если бы не америка не взяли чтобы соблазна не было нападать дальше на них со стороны прежде всего россия кто там враг но сейчас вот там иран еще да но тогда россия в первую очередь она и вран хотела кстати тоже да вот это тоже отдельная история но вот казалось бы спасена спасена государствах чтобы там осталось от турции на каких вассальных условиях потом он может быть через южный кавказ зашел бы и взял бы турцию вообще в кольцо ликвидировали сделал советской турецкой социалистической республикой составе старели как болгария не птица на не за граница курица не птица то есть турция турецкой республика который основал мустафа кемара могут случиться все что угодно если бы не америка если бы не запад да я уж не говорю про достижение цивилизации там про про какую-то там форму свою демократии сейчас будут выбрать день это уже как бы не будем туда никуда вмешиваться пусть турецкие граждане сами выбирать разбирать своими политиками но ничего бы этого не было никакой демократии никакой государственности турецкие она была ирзац или просто растоптана униженной заплеванной какой турецкой гордости бы не было за свою страну никаких бы парадов красивых 95 лет независимости и так далее если бы америке не было америке но главный враг пересеченного среднего на турецкого гражданина как не гульцом рассказывать я доверяю на час ведь в комментариях даже по телевидению на постоянно как с этим борется интеллектуально говорит нет это неправда включите логику и так далее но вот этот ментальный триппер просто как просто изо всех дыр до америка 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 плохая америка плохая америка плохая америка я не 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 уверен и по моему сам по крайней мере президент ордоган америку там клеймит за что-то периодически вместе антиамериканские какие-то заявления димарши в сторону там россия ничего до масштабного втолжения были но бог с ним турция поддерживается цели территориальную социальность украины значит голосует правильно поддерживает публичные байрахтары производят и слава богу и бтр и ради бога да не будем в это лезть но сам факт что понятно что не америка в турецких проблемах совсем виновата вообще от слова никак а наоборот она из-за и благодаря америке нет таких глобальных проблем у турции которые могли бы быть проблем существования тем не менее америка главный враг антиамериканизм с молчаливого согласия может с кивков каких-то политиков у власти значит наверное антиамериканизм выгодная такая фишечка который может могут продавать внутри политики и получать свои дивиденды от вот этой вот ширнар массы да нормально зашло так наркота такая абсолютно если разбираться логически америка это та та страна благодаря которой турции существует турецкая нация турецкая какая-то никакая демократия и так далее все турецкое существует благодаря иначе бы что русский делает с оккупированной территории мы знаем да но вот так да но и третья страна иллюстрация для вот этого идиотического абсолютно беспочвенного антиамериканизма это бразилия конечно если вы почитаете про бразилию хотя бы чуть-чуть и освежил в памяти но я и так и раньше знал во первых это раньше они кажется назывались соединенные штаты бразилии нет это мексика но назывался не на штатами по моему мексиканские штаты не знаю дословно суть то что это вот федеративная республика бразилия да вот федерация устроена я не буду до деталей наверное есть разница там она действительно вот как америка есть муниципалитеты есть штаты есть губернаторы штатов есть выборы такие выборы такие точно как штатах президент он же глава правительства нет там не премьер-министр то есть политическая система слизана с американской чуть более чем полностью на мой взгляд да но с нюансами конечно национальными страна по размерам меньше америки конечно но по 200 миллионов что-то 180 миллионов значит население по масштабам значит она как америка или даже больше значит и ресурсов много и людей много и экономика и америка огромные заказы размещать многомиллиардные на ави заказы там вложено столько миллиардов долларов в экономику бразилии и затмить не китай поднимает бразильской технологии и так далее а все-таки соединенные штаты и эта страна и бразилии вроде как голосует там за резолюции как соединенные штаты но опять 25 президент бразилии этот лула по-русски кстати говорят говорит хорошо что у меня в общем настораживается зачем он учил русский язык тогда вот не будем в конспирологии это его дело история все расставит на свои места но тут он занимает клеймит америку зачем нам нужен однополярный мир говорит лула на социалист он или кто-то блевак короче ну вот значит значит нам а почему ами почему это доллар главная валюта но может быть потому что америка самая классная экономика откуда идут все ноу-хау где повышается производительность труда откуда идут все нововведения экономические как где все изобретено начинает конвейер заканчивая сетевой рекламой маркетингом брендами и всем остальным прочим что у тебя лула в бразилии все и есть под копирку да вот да вы похуже это сделали пока вот и с таким руководством лучше не будет чем американцы но в зародышном состоянии хуже чем немцы это тоже федеративная республика вот но как бы не получилось так как в америке но получилось лучше чем могло бы лучше чем в допустим соседних странах которые ориентируются на левакон от наливаться на китай на магизм на всякий идиотизм на я имею ввиду боливию там венесуэлу и так далее бразилия такая вроде как прозападная вроде как успешная и вроде как проамериканская страна там и все и тут на тебе и она в америке же находится это как бы как бы сша но только в на южном континенте и тут такое на те сумасшествие америка мешает понимаете хорошему танцору как говорят хороший танцор одно другому не мешает а вот у плохих танцоров что-то мешает плохие они морально я думаю но интеллектуальная слабость тоже потому что вот эти сентенции о том что америка значит воюет с россией на украинской земле руками украинцев вы серьезно вы вы вот это бразильцы думаете вот всерьез вы вы действительно как бы ничего там никаких веществ там нет нет ведь правда а такое мнение очень распространено и в политикум я же не говорю про простых людей из этого фавелы условных там об этом думает или нет но вот это вроде как симпатичная страна прекрасный футбол пиле все дела значит и она такая вроде мирные никому не угрожает и так далее откуда этот грибок этот tripper антиамериканизм что америка сделала бразилии сколько отнял у нее территории сколько она бразильских несчастных душ зарезала перерезала загубила да нисколько ответ тем не менее видим то что видим антиамериканизм на пике сейчас опять этот лула опять пришел к власти опять между струйками опять жопой виляет и прошу прощения опять они хотят продать украине то 400 медицинских бронированных машин но бразилии сообщение новостой на бразилии важно сохранить нейтралитет в этой войне поэтому не только за деньги да не как помощь но и значит чтобы не дай бог военных действиях не участвовали бронированные автомобили которые должны вывозить районов то есть возить райных должны но не военных действиях не участвовать я не знаю как это будет решаться да может они где-то буду вывозить на западе украины людей откуда-то бронированными машинами но это может быть так часть какая-то обрезанные новости да и так и но сам подход до америка плохая доллар нам не нравится ну юань переходи тогда не нравится американской демократии ну давай китайскую коммунистическая партия бразилии давайте концлагеря давайте вот это все да вот вроде бы бразилия страна толерантная к лгбт плюс еще какие-то свободы карнавалы футболы и вроде свободы и она демократическая когда и выборы и смена власти там довольно большой период времени и вообще стране уже не пять лет да а вот не не выросла страна вот она осталась нацией народом очень кстати там даже 10 миллионов арабов живет чтобы вы понимали основной заливана очень интересный состав интересная страна да но не доварилась политическая нация до такого знаете спокойного понимания себя нет америка мешает америка плохая америка воюет в украине руками украинцев против россии а зачем это надо а что вообще куда они лезут и так далее логике не поддается болезнь страшное на лечение нет да но лечение видимо бывает только вот в таких вот вещах это как знаете как у нас вот это вата в украине но часть это просто предатель а вот эти такие вот такие вот ватники да все в америке везде лезет там куда вы лезете и так далее но вот только бомбы бомбы ракеты значит перелом судеб вот как-то мнение вот этих людей сменили не знаю навсегда или нет а тут бразилия бананы америка продолжает инвестиции вкладывать ты в китай за с китай за сос едешь саловаться с диктатором до говоришь про многополярный мир но потом что-то идет не так и ты затыкаешь фонтан свой немножко про америку потому что наверное америка напомнила господину товарищу луле что сколько миллиардов она вкладывает и что будет если америка ухудшит свои отношения с бразилией да или перенесет свои заказы в другие страны или что-то еще но остаться наедине с китаем ну тут надо быть лулой чтобы чтобы считать это какой-то своей победой политически надеюсь долго эти леваки не протянут власти будет смена более трезвые руководители придут к власти в этой прекрасной и красивой и яркой стране мира и важной стране мир но таким вот поведением она свою важность нивелирует бразилия она перестает быть отдельным игроком на стороне правды она становится какой-то извините шаловой которая бегает между диктаторами пытается где-то там подлизнуть и что-то там получить а на самом деле полностью все срисовано соединенных штатов но америка враг америка не так но не враг если там делает не то делает не так делает не то девиация поведение пятилетних вот поведение несформировавшихся личности и так далее вот так что если где-то увидите антиамериканизм сразу ищите что сделала америка для этой страны для этого народа для этого даже человека для этого сообщества людей наверняка больше чем для других потому что я не беру сейчас страны такие где просто там поесть там негде допустим на такие совсем отсталые страны разных континентов да я взял специально страны вроде бы вменяемые адекватные трезвые большие и так далее но как бы формальная похожесть на как бы на трезвое общество на самом деле если даже немцы нетрезвые если даже у немцев до сих пор в некоторых америка виновата и и и буча инсценировка у меня извините да тут наверное нужно вообще людям понять вообще что они больны для это потому что нельзя лечиться не понимая как бы чего ты лечишься вот но я это не изменю я не бразильский лидер общественного мнения вообще никакой не беда никакого мнения только своего скажу анализирую нам не турецкого не германского бог с ними просто мы констатируем факт кстати констатируем факт что антиамериканизм это следствие недоразвитости общества не осознание его как зрелого самого самого себя осознание общества самого себя вот все прыгают оттуда неопределившиеся страны допустим про германии так не скажешь но вот про этих вот понимаете как мы и говорим про страны такие как раньше это третье-третье и вот как это непрекаянные то ли ты красивый то ли умный вот как и индия тоже так далее все никак они не определятся но звезды от китая получат кинутых китайцы вот тогда определяться но вот я не знаю пока мордой в асфальт не до многих не доходит до или там во что-то еще но зато я рад что по крайней мере на нашем канале за поддержку и спонсорство которую я всех отдельно благодарю и каждого лично и всех вместе вот там у нас таких вот людей нет с антиамериканизмом к нам сюда не заходят вот там подлечите своим в коже вене вот в этом в кожаном не в кожаном в ментально интеллектуальном диспансере подлечить свой ментальный триппер когда придетесь выиграть и фразу америка не мешает мне жить я полноценный человек общество страна вот тогда заходите вот у меня на сегодня все спасибо за внимание и за репосты лайки поставьте не пожалеете